Батюши, которые здесь собрались, у вас, дорогие мои ребята, ваших родителей, наверное, здесь присутствуют и преподаватели. Мы с вами сегодня собрались. Для чего? Скажите. Для молебна. Да, вот мне сказали, для молебна. Для какого молебна? В школе. В школе. Хорошо, да, молебен к школе. Скажите, а много здесь первоклассников? Да. Руки поднимите. А не первоклассников руки поднимите. Не первоклассников. Вот, первоклассники, вы в школу хотите идти? Да. А не первоклассники, вы хотите в школу идти? Да. Ну, очень радостно слышать ваше такое возглашение такое радостное, сердечное. Вы соскучились по школе? Да. Соскучились, да? Почему соскучились? Скажите. Потому что я в мои люди. Потому что там друзья. А еще почему? Чтобы учиться и узнавать многое интересное. Ну вот, видите, оказывается, вот мы соскучились по школе. Все-таки мы хотим учиться? Да. Хотим, правильно. А нужно учиться нам? Скажите. Вот мы стоим около красивой арки, да, видим, да, арка? В честь иконы Божией Матери Юрыбинской. Красивая она? Да. А скажите, а если бы вот каменщик, который бы не умел ложить, он смог бы сложить такую арку? Нет. А что нужно для этого? Учиться. Учиться. Да, учиться надо, правильно. Вот, я думаю, что вы тоже хотите быть очень хорошими именно в будущем, управляющими, да, просто работать на какой-то работе, интересной для вас. Правда же? Хотите этого? Да. Хотите, да, вы? Ну, вот, ну, надо этому научиться, надо научиться. Да. А если вы учиться не будете, будете вы хорошими работниками, возьмут вас на работу? Нет. Нет, не возьмут. Поэтому что нужно? Учиться. Да, дорогие мои, я вам желаю, чтобы вы хорошо все учились. Спасибо. Но самое главное обучение нас будет какое, это то, чтобы мы с вами все-таки, узнавая многого хорошего, хороших предметов, мы будем учиться. Сейчас кто-то поедет во второй, в третий, четвертый, пятый, и так до одиннадцатого класса. Будут новые предметы, мы будем нового узнавать, многого. Но самое главное, мне бы хотелось, чтобы каждый из вас научился быть кем? Человеком. Человеком. Кем? Человеком, который верит в Бога. Вот, девочка сказала, как тебя зовут? Диана. Вот, сказала, что человек, который верит в Бога. Для меня, конечно, как для священнослужителей, наверное, это было бы вообще бы замечательно, если бы вы были все такими. Ну, жизнь такая у нас многогранная. Мне бы хотелось, чтобы вы прежде всего стали замечательными, хорошими людьми. Скажите, а вот если очень хорошие оценки, но самое главное, что мы любили кого? Свою школу, своих преподавателей и, конечно, своих кого? Ну, одноклассников куда деваться, конечно, любят. Кого мы любили прежде всего? Папу? Кого? Папу? Папа. А вот громко скажите. Папу и папу. Вот, папу и маму. Я вам это... Благослови, Владыка. Благословен Бог наш всегда, ныне и пристно, и во веки веков. Аминь. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Слава тебе, боже наш, слава тебе. И спаси Божьей души нашим. Иран, Господу помолимся. Господи, и Господи, и Господи, и Высокопреосвященнейшим, Митрополитник Германии, и Господи, и Нашим, Преосвященнейшим, Епископ и Невесение, В честь и о Пресвитерстве во Христе Дьяковстве, Пел всем притчи, люди, Господу помолимся. Господи, помилуй! О, Бога, хранили в стране нашей властей, В воинстве я, Господу помолимся. Господи, помилуй! О, граде всем, всяком граде стране, Верой живущих в них, Господу помолимся. Господи, помилуй! О, благостворение воздуха, поизобили плодов земных И временных мирных, Господу помолимся. О, я как и научитель, что есть благоугодное пред Ним, Господу помолимся. Господи, помилуй! О, я же, при успехе, премудрости и возраста, Слава Божию, Господу помолимся. Господи, помилуй! О, я же, при успехе, премудрости и добродетельным житие, И благостоянием в православной вере, Радостью тишения родителям своим, И в церкви православных и полических твердениях, Господу помолимся. Господи, помилуй! О, я же, избавьте мы нам от всяких скорбей, Гневы и нужды, Господу помолимся. Господи, помилуй! Стреми на земля на люди, Бога, Господи, земля населяющая, Пусть вредит нас православие, И спасти души наши. И восстановитесь нам в совершении святого Евангелия, Господа Бога моли! Господи, помилуй! Отморка, святого Евангелия, чтение! Слава тебе, Господи, слава тебе! Дорогие мои, взрослые и дети, Вот сейчас в любом благослужении, Сейчас в этом молебе наступает главный момент. В благослужении мы читаем Евангелие. Евангелие – это Слово Божие. Вот мы с вами, когда молимся, мы что делаем? Говорим с кем? С Богом просим, да? Говорим о том, просим о этом. Скажите, если мы говорить не будем с Богом, Он нас услышал? Нет, не услышал. Потому что мы не говорим, мы же не хотим говорить. А вот Евангелие с нами говорит, Кто? Сам? Бог. Омем. Во время Ону приносили к Иисусу детей, Чтобы Он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им, Пустите детей приходить ко Мне, И не препятствуйте им, Ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, Кто не примет Царствие Божие как дитя, Тот не войдет в него. И обняв их, возложил руки на них, И благословил их. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! До тех безмолвно жития поживем, Во всяком благочести и чистоте. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Еще молимся Господу Богу нашему, О, ежи презрите милостенно, Нахраков все, и не спаснайте в сердца Во ум и во устаях, духа премудрости, Разумы же благочести и страха своего, И просветите их светом своего благоразумия, И подайте им силу и крепость, Во ежи скороприятий, И спешно навыкнуйте божественного закона Его наказанию, И всему благому и полезному учению, Ежи преуспевайте им премудростью и разумом, И всеми благими делы, Во славу Пресвятаго Его имени, И даровать им драве и долголетный, Сотворите их созданию, И к славе церкви своей, Эрценсии, Господи услыши, И милостью напомилуй! Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй! Услышенный Божий, спасите нашу, Пованье всех, конца зелесущих Твое далечие, И милости, милости буди, Владыка, при всех наших помиланных, Милостью Его и человека любви, Звук сите славу высылаем, Отцу и Сына и Святому Духу, Ныне пресной и во веки веков. Аминь! Почти и нас, человеки, Научивай избранная Твоя, Яви, дивитесье в немлющем мучении Твоемое, Открывай премудрость младенцам, И же Соломона, и всех взыскующих, Премудрости Твоей научивай, Отверзи сердца, умы и уста Рабов Твоих сих, Здесь ныне предстоящих и молящихся. Во ежи приятий силу Закона Твоего, И с успехом познатий, Преподаваемое им полезное учение, Славу Пресвятого имени Твоего, В пользу и созидания святей Твоей Церкви, И разумите благую и совершенную волю Твою, Избавь их от всякого налога, вражия, Соблюди их православие, и в вере, И во всяком благочестии, и в чистоте, И во все одни жизни их, Да преуспеют в разуме, И в исполнении заповеди Твоих, Да так у приуготовленных прославят Пресвятого имя Твое, И будут наследницей Царствия Твоего, Так у Теси Бог силен, Милости и благ в крепости, И Тебе славу всякую, Честь и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, Всегда ныне иписно, И во веки веков. Молитами пречистая Своей Матери, Святых славных и всехвальных апостолов, Преподобного и богоносного Отца нашего, Максима Исповедника, Его же и памятными совершаем, Преподобного и богоносного Отца нашего, Сергия, Игумена Радонежского, И вся Россия и Чудотворца, Святых и праведных Бога Отец, И Акима и Анны, И всех святых, Помилуй и спаси от нас, Яко благ и человека любит. И слава эти небеса. Дорогие мои, здесь сныне предстоящие, батюшки и все, кто собрался, ребята, учащиеся преподаватели, родители наших учащихся, я вас поздравляю с предстоящим учебным годом, по год милости, помоги вам, Господи, в этом труде, в очень серьезном, очень нужном, для того, чтобы вы получили и знания, но на самом деле, и самое главное, были по-настоящему счастливыми людьми. Я вам желаю приобрести настоящие, твердые, хорошие знания, которые бы радовали бы и ваших родителей, и всех нас радовали бы, и вы бы себя сами бы радовали бы. Счастья вам, дорогие мои, Господь с вами, милости вам Божьей. И сейчас... всех твердо прохладен. Спасибо. Спасибо. Спасибо.